МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О наиболее важных событиях нашего региона готовы рассказать корреспонденты ОРД и я, Михаил Карин. Вы смотрите новости дня. Коротко о главных темах этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плюс три новых случая. В Оренбуржье выросло количество заболевших коронавирусом. Лишились должности. Три главврача уволены. Причина – отдых за границей. Лед тронулся. Реги Оренбуржья освобождаются ото льда. Сколько денег откладывают оренбуржцы на черный день? Узнали корреспонденты ОРТ. Подсчитывают убытки. Оренбуржские предприниматели делятся ситуацией в бизнесе. Где научат быть хорошим юристом? Новый выпуск проекта ОРТ поможет сделать правильный выбор. И начинаем выпуск с информации от полицейских. Правоохранители устанавливают личность женщины, которая оставила ребенка на территории Оренбургской областной клинической больницы номер 2. В служебном тамбуре гинекологического отделения новорожденного малыша нашла уборщица в 7 часов утра. Ребенку оказана первая необходимая помощь. Сотрудники полиции просят очевидцев, которые могли видеть женщину с ребенком в этом районе, сообщить в любое подразделение МВД. С сегодняшнего дня в Оренбуржской области приостанавливают работу развлекательные и творческие центры, спортивные объекты, фитнес-центры, кинотеатры, бассейны и аквапарк. Напомню, ранее 23 марта в регионе запрещены массовые мероприятия с численностью более 50 человек. К такой мере прибегли и в соседней Самарской области. Там количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 10 человек. Пока материал готовился в эфир, стало известно о еще трех новых случаях заражения коронавирусом у жителей Оренбуржской области. Сегодня сертифицированная российская лаборатория подтвердила данное заключение. Под наблюдением медиков почти тысячи человек. Все они вернулись из-за границы, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19. Еще один заболевший коронавирусом обнаружен в Башкирии. В общей сложности там находятся 4 человека с таким диагнозом. Состояние их стабильное, они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем общались в последнее время, сообщается в местной администрации. Стало известно, что региональный Минздрав расторг договор с тремя главными врачами, которые сейчас находятся на отдыхе за границей. Данное решение согласовано с губернатором Денисом Пасером. Об этом сегодня лично заявила министр здравоохранения области Татьяна Савинова. Сегодня в России празднуется День работника культуры. Однако привычные мероприятия отменены по причине пандемии. В профильном ведомстве говорят, что часть культурных событий будут доступны оренбуржцам в режиме онлайн. Большая часть программы пройдет в онлайн-режиме. В профильном ведомстве сообщают, что техническая возможность позволяет это сделать. На сайте министерства уже публикуются первые материалы. Это лекции известных деятелей культур, а также виртуальные экскурсии по музеям региона. Своя работа продолжается и в театрах. Спектакли, постановки, репетиции актеров зритель сможет увидеть в интернете. В режиме прямого эфира. А вот вручение традиционных премий Оренбургской лира и грани мастерства пришлось перенести. Что касается самих церемоний, то мы их просто перенесем, потому что, конечно, люди, которые ее заслужили и которые были признаны по итогам прошлого года лучшими, они достойны того, чтобы их почествовали в зале, в привычной обстановке для нас, для деятелей, для работников культуры. Это очень важно, сам факт. Поэтому пока на неопределенное время мы перенесли. По словам министра культуры, формат трансляции из музеев и театров будет развиваться. Сейчас под него разрабатывается своя программа. У оренбуржцев будет возможность приобщиться к искусству, не выходя из дома. Ведомстве полагают, что это должно повысить интерес молодой публики, а также улучшит обратную связь со зрителем. Подробный план всех мероприятий недели культуры Оренбуржья опубликован на сайте областного Минкульта. Накануне отмечался Международный день борьбы с депрессией. В наши дни это особенно актуально. В связи с коронавирусом вводятся ограничения. Также добавляет неприятных мыслей экономической ситуации. Многие не выходят из дома по несколько суток, что, конечно, отрицательно сказывается на психологическом состоянии. Что такое депрессия, как с ней бороться? В непростой ситуации разбиралась Анастасия Кубатко. Настроение весна. Все пробуждается от осна, в том числе и депрессия. Постоянные проблемы на работе, плохая погода и непростая эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом. Все это влияет на наше с вами настроение. Вот так видят мир здоровый человек. А так тот, у которого депрессия. Серое небо, серые улицы и серые лица. И это далеко не метафора. Ученые уже давно доказали, что во время депрессии у человека нарушается восприимчивость нейронов сетчатки глаза. И все он видит в одних цветах. Но все-таки, что же такое депрессия? Заболевание или самовнушение? Апатия, тревога, нарушение памяти и вечно плохое настроение. Проявление хотя бы некоторых из этих симптомов может быть поводом для обращения за помощью к психологу. Если говорить про депрессию, то на самом деле она диагностируется врачами. И ставится диагноз, и соответственно назначается лечение и медикаментозное в том числе. Наверное, такая нужна гигиена и физическая, и психологическая. Как бы это банально не звучало, но полноценный сон дает нам хорошее самочувствие. Прогулки, тем более сейчас солнышко, выйти подушать свежим воздухом, это тоже помогает. А качественная еда. Но все же, если хочется, то можно себе позволить немного сладкого. Ведь оно тоже в какой-то степени средство от плохого настроения. Стилисты уверяют, шоппинг-терапия – это то, что нужно. Ведь побаловать себя любимую удается, ну, очень редко. А красивые платья и новые туфли еще ни одну девушку не оставили равнодушной. Вот именно балуя себя в период шоппинга, мы и приносим себе гормоны радости и хорошего настроения. Через призму шоппинга мы себя любим. Я вот предлагаю вот в это нестабильное, эмоционально нестабильное время выбирать яркие, сочные, живые оттенки. Поможет такая терапия и мужской половине человечества. Они склонны к депрессии гораздо меньше. Но уж если затянуло, то надолго. Актуальные джинсовые брюки мы можем с такой теняшкой совместить. Раджа, карма, хатха, а не я, пожалуй, владеет всеми разновидностями йоги. Девушка помогает людям найти гармонию со своим телом, почувствовать свои эмоции и внутренний мир. Наверное, надо в первую очередь найти контакты, взаимодействие со своим телом. Каким образом? Конечно же, с йогой, да? Просто поговорить с самим собой, со своим телом. Вот даже если вы лежите на диване, просто ничего не можете делать, закрыли глазки и почувствовали те ощущения, которые происходят в вашем теле. Здесь как раз-таки идет взаимосвязь, когда разум начнет чувствовать тело. А может быть, тогда он уже заставит его встать в диван и пойти действовать, хотя бы что-то сделать, да? Сейчас на настроение людей в большей степени влияет и непростая экономическая, и эпидемиологическая ситуация в стране. Психологи советуют вспомнить всеми известное изречение. Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлутский, Новости дня. Лед тронулся. В связи с повышением температуры воздуха в районе Оренбурга наблюдается ледоход, но Урал начинает освобождаться от льда. Аналогичный процесс наблюдается в районе Илека, а вот в Орске водная артерия и вовсе освободилась от ледяного покрова. Причина раннего ледохода – ранняя весна. Оренбуржье в зоне положительных температур уже почти месяц. Напомним, что в прошлом году ледоход на Урале начался 3 апреля. По итогам многолетних наблюдений вскрытие реки наблюдается обычно в районе 5-7 апреля. Год назад Урал фактически не разливался. Максимальный его уровень в период паводка не превышал 264 сантиметров. В Оренбургском гидромедцентре заявляют, ранний ледоход может положительно повлиять на ход паводка в целом. С одной стороны, это хорошо с той точки зрения, что с Башкирии вода придет, она позже обычно приходит. Половодие немножко на два этапа разобьется. Ну, в принципе, у нас и раньше так происходило. То есть сначала скрываются наши реки, непосредственно, которые в области находятся, а потом уже скрываются реки Башкирии, и вода вторым этапом идет, так называемый второй поток. Что касается Сакмары, в которую прибывает основной объем паводковых вод из Башкортостана, то ее очищение ото льда тоже началось. Чистая вода уже наблюдается в Куандыке, у татарской Каргалы в ледяном покрове наблюдается полынии. Прошлогодний уровень Сакмары в этом районе год назад составил 3,5 метра. Вы смотрите новости дня, вот о чем расскажем далее. Сколько денег откладывают оренбуржцы на черный день, узнали корреспонденты ОРТ. Подсчитывают убытки. Оренбуржские предприниматели делятся ситуацией в бизнесе. Где научат быть хорошим юристом? Новый выпуск проекта ОРТ поможет сделать правильный выбор. Мы продолжаем к новостям экономики. Накопления среднего жителей России упали до 4-летнего минимума. Среднестатистический россиянин в прошлом году мог каждый месяц откладывать более 6 тысяч рублей, что составляло 18% от своего дохода. Показатель 2019 года оказался наиболее низким за 4 года, но больше, чем в кризисном 2014 году. Статистика была предоставлена международной аудиторско-консалтинговой сетью. При этом на итоговые показатели 2020 года повлияет обвал цен на нефть и ситуация с коронавирусной инфекцией, уверены эксперты. По их словам, реальные доходы россиян сократятся, в связи с чем откладывать деньги будет сложнее. Нестабильные на валютном рынке. За сутки доллар и евро заметно потеряли в цене. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Курс иностранных валют меняется каждый день. Корреспонденты ОРТ спросили у оренбуржцев, как они распоряжаются своими деньгами. И что делать, чтобы не потерять то, что уже удалось отложить. Самое интересное мнение в нашем традиционном экспресс-опросе. Наверное, лучше тратить. Я таких деньгами не владею, чтобы прямо с ума сходить, куда же деньги потратить. Ну, стараюсь я в рубли. Все-таки своя экономика поднимать надо. Обычно под подушку, как всегда. В нашей стране еще как поступать? В валюте нет стабильности. Также сохранять то же самое стабильности нет. Только если какую-то недвижимость покупать. И все. Чтобы была крыша над головой, наверное. А что их хранить? Если было бы их мог, другое дело. За все платим и тратим сразу. Лучше в долларах, потому что он будет все равно подниматься в дальнейшем. Поэтому лучше вложиться в доллар и отложить. Вы знаете, надо вкладывать деньги в наше детство, в наше будущее страны. Наш опрос показывает, почти половина горожан предпочитает деньги тратить. По словам людей, их доход не позволяет делать каких-либо накоплений. Так отвечает 45% опрошенных. Еще треть оренбуржцев откладывают. Причем большинство своеобразную заначку делают в российских рублях. Каждая четвертая считает экономическую обстановку полезной для инвестиций в недвижимость и валюту. Главный аргумент такой позиции – квартиры и доллары не теряют в цене. В преддверии очередного сезона отпусков оренбуржцы предполагали инвестиции и в собственный отдых. Многим приходится менять планы на ходу. Ситуация с коронавирусом привела к закрытию традиционных заграничных направлений. В сложившихся реалиях туроператоры проводят политику переориентирования отпускников на внутренний туризм. Ведется разработка маршрутов выходного дня. В системе этого бизнеса есть понимание того, что с учетом снижения реальных доходов, далеко не все семьи могут позволить себе длительный отдых даже внутри страны. Тем более, что на закрытие границ тут же отреагировали собственники гостиниц и базы отдыха на Черноморском побережье. Цены уже выросли. Даже за те туры, которые были заказаны на условиях раннего бронирования, как правило, приходится доплачивать. Я вспоминаю тот момент, когда в Москве был взрыв метро. И такси подняли свои цены десятки раз. А были те люди, которые бесплатно довозили людей к месту их пребывания. Поэтому здесь то же самое. Есть владельцы гостиниц, которые собираются хотя бы на этом заработать очень хорошо. И есть те, которые говорят, да, действительно такое произошло, но что делать. Но большинство приходит к мнению, что хорошо бы поднять цену и хорошо бы заработать. Именно в этом году не знаю, что будет дальше. В среднем направление на Анапу подорожало на 20%. Оренбургские туроператоры не исключают, что по мере приближения летнего сезона и при условии неопределенности с открытием зарубежных направлений этот процесс будет продолжаться. Где смартфон, не запрещенный предмет, а необходимая деталь учебного процесса? Как за полчаса выявить в себе задатки предпринимателя? Зачем нужны инсценировки судебных процессов? Ответы на эти и другие вопросы в очередном выпуске программы «Правильный выбор». Съемочная группа ОРТ еще до карантина побывала в Оренбургском учетно-финансовом техникуме. Судебное заседание объявляется открытым. Когда судья, прокурор, адвокат и даже подсудимые однокурсники. Это не драм-кружок, это практическое занятие будущих юристов. Идет судебное заседание, слушается уголовное дело о краже телефона. Так студенты готовятся к реальным процессам, участниками которых им предстоит быть в дальнейшем. Активно применяют свои знания уже на практике, производственной и преддипломной практике. Ребята более уверены в себе и уверенно шагают уже в реальную профессиональную среду. Оставляйте свой телефон на входе или выключайте его. Это правило в современном образовательном процессе стало уже привычным, но и только не в Оренбургском учетно-финансовом техникуме. Здесь на занятиях использование всевозможных газов очень даже приветствуется. Давайте посмотрим. Смотрим и видим смартфон в руках у каждого. Неужели электронные шпаргалки? Нет, преподаватель на месте и внимательно следит за действиями студенческой группы. Выясняется, что так контролируются знания по ранее пройденной теме. Это интернет-ресурс, мы его используем для проведения тестирования. Какой процент обучающихся освоил тему, какой нет, где были вопросы, где возникли трудности. Поэтому это очень удобная система, помогает работать. Помощь преподавателям и студентам в техникуме полторы сотни компьютеров. Информационные технологии давно и прочно вошли в процесс управления и учебные программы. Журнал электронный, он доступен в любое время каждому и хорошо стимулирует успеваемость. Нам очень удобно в плане того, что мы знаем свой средний балл, допустим, уже где-то в середине обучения, и можем скорректировать свои усилия в плане какого-то определенного предмета для того, чтобы получить максимальную оценку. Почему техникум учетно-финансовый, но готовит не только финансистов, но и юристов, социальных работников, операционных логистов и даже отельеров? Профессиональный спрос определяет образовательное предложение. Мы открываем те специальности, которые в перспективе могут быть востребованы на рынке труда во всех областях. Почему конкурс при поступлении в Оренбургский учетно-финансовый техникум достигает 9 человек на место? Куда идут работать его выпускники и какую зарплату получают? В чем плюсы интерактивных методик обучения? Смотрите «Правильный выбор» программу о нужных профессиях 26 марта вечером. Виталий Дерябин, Владислав Горбунов. Новости дня. На этом мы завершаем наш выпуск. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного. Я напоминаю, вернуться к обзору новостей вы сможете на нашем официальном сайте media56.ru. Там же осуществляется онлайн вещание. За эфиром телеканала вы можете следить круглосуточно. До встречи в эфире.